Привет, господа! Многие из вас считали, что я давно уехал из России. Но это не так. С 24 февраля только один выпуск был записан в Тарту, а остальные в Петербурге. Хотя в Эстонию я ездил. Дважды ездил и возвращался. И вот второй раз, когда в свой день рождения вечером 27 апреля я прошествовал к заветному окошку пограничного пункта в Ивангороде, что-то пошло не так. У меня взяли паспорт, карту вида нажительства и традиционное щелканье по клавишам фсбшными наманикюренными пальчиками затянулось. Щелк-щелк, взгляд на меня, потом снова щелк-щелк, а потом прямо щелк-щелк-щелк-щелк-щелк. И все это гораздо дольше обычного. Я заскучал, стал переминаться с ноги на ногу и рассматривать деление ростомера на стекле. Кстати, кто знает, зачем ростомер на границе, напишите в комментариях. И тут дама в погонах говорит «Евгений Вадимович, подождите в сторонке, пожалуйста, а документы пока останутся у меня». Стараясь соблюдать хладнокровный вид врага народа со стажем, я поинтересовался, а что это за процедура такая? Ответ был «пожалуйста». Сейчас мы дождемся звонка. Обескураженный такими малоприятными известиями, я отошел в сторону и дал волю тревожному воображению. Живо представил себе допросы, обыски, застенки. Услышал со стороны свой истошный крик «Я требую адвоката Замалеева». Кстати, тут же перед глазами пронеслись все выпуски с Сергеем. Я вспомнил эти полезные лайфхаки и советы. В частности, я решил убрать разблокировку телефона по лицу, но в смятении никак не мог найти нужный пункт в меню. Потом я понял, что лучше просто выключить телефон. Начал давить на кнопку «Пауэр», а там все время выскакивал голосовой помощник. Ну, с горем пополам я как-то обесточил свой непокорный гаджет, и как только он выключился, меня озарило «надо же написать адвокату!» и принялся включать телефон обратно. Простите за каламбур, но я пребывал в пограничном состоянии. Хотя внешне я был невозмутимый эстонский аист. Эта незапланированная тренировка стрессоустойчивости продолжалась минут 20, после чего меня позвали к окошку, задали несколько незначащих формальных вопросов, поставили штамп и пропустили в свободный мир. Я не удержался и спросил, что это было все-таки. Ну, вот конкретно со мной что-то не так? Или это рандомная выборочная ревизия? Девушка загадочно улыбнулась и молвила, «Не могу вам сказать, служебная необходимость». Вещи, кстати, не потрошили, а зря. Ибо в моем рюкзаке среди прочего находились главный враг режима Бобр, украинская вышиванка, женский парик, не спрашивайте зачем, и нунчаки. В принципе, это легко можно было выдать за готовый набор для покушения на Маргариту Симоньяна. Все, кому я рассказывал об этой истории, в один голос уверяли меня, что не стоит испытывать судьбу и возвращаться обратно. Я, конечно, был согласен, но у меня были важные дела в Петербурге. Я должен был прогуляться по гранитным набережным, забрать из доставки бумерские сандали и вообще лично убедиться, что мобилизации не произойдет. Короче, не повторяйте моих ошибок, в первых числах мая я поехал назад. И что вы думаете, на въезде в Россию, на въезде, происходит такая же мутная хрень. Все спокойно проходят, а меня стопорят. Причем пограничница говорит, ну вы же понимаете, да, Евгений Вадимович, что вам придется подождать. То есть она уверена, что я должен понимать, что со мной не так. Честно говоря, я уже прикидывал варианты плюнуть на паспорт, оставшийся в руках чекистов и рвануть назад по мосту в Нарву. Представлял вслому, как потряхиваются мои пожилые бедра, как отчаянно ходят взад-вперед волосатые локотки, а сзади, у полосатого столбика, выстраивается рота юнормейцев в красных беретиках, патриотичные детишки вскидывают автоматы, и их предваритель Шедловский сурово командует пли. Ставьте лайк, если считаете эту картину жизненной. Ну, людям с богатой фантазией несложно скоротать время. Меня промуружили 30 минут и выпустили. Без досмотра вещей, без душеспасительных бесед, без просьб показать телефончик. Что это было? Знающие люди предположили, что есть так называемый сторожевик, то бишь некий список, ну, не то чтобы гражданских активистов, а просто сомнительных граждан, недостаточно пылко обожающих Путина, таких говорливых пацифистов локального значения, на которых уже поступили сигналы. И якобы в каждый момент времени принимается решение, что с ними делать. Выпускать, не выпускать, или и вовсе задерживать. Я не знаю, у меня есть еще одна версия. Возможно, я в списке тех, кто бывал в Украине после 2014 года. Но опять же, в чем прикол просто заставлять ждать? Что происходит в эти 20-30 минут? Если среди вас, господа, есть служивые люди с заставы, раскройте тайну, пожалуйста, в комментариях. Устроим клуб анонимных пограничников. Чем мы хуже генерала СВР? Так или иначе, я понял, что, возможно, у меня остается не так много шансов успеть протиснуться в медленно закрывающуюся дверь. Да и вообще, ну, честно говоря, глупо добровольно возвращаться в имперский зиндан русского мира. И вчера, 11 мая, я покинул Россию уже капитально. Съехал со съемной квартиры, забрал собачку из рычага мозга и снова прошел на границе через это иезуитское «надо подождать». В третий и, видимо, в последний раз. В Нарве меня встречали поклонники. Причем те, от которых я старательно открещивался все эти годы. Посмотрите видосик в телеге и поймете, почему у меня, к сожалению, неплохие шансы возглавить ватную партию Эстонии. А сейчас важная часть, господа. Я, конечно, стараюсь веселить вас забавными деталями, но ситуация временно непростая. Увы, не все удалось вывести. Я имею в виду не килограмм чайных пакетиков, которые я как раз забрал, а технику и оборудование для производства контента. Пришлось отказаться от нескольких рекламных съемок, которые требовали моего личного присутствия. Предстоят хлопоты по поиску жулья и соответствующие расходы. При этом мне нужно субсидировать монтажера, ну а также платить, видимо, уже местным эстонским операторам. И я прошу вас финансово посодействовать нашей артели. Обычно я занимался фандрайзингом походя, скороговоркой. Знаете, типа, ставьте лайки, кидайте донаты, подписывайтесь на канал. Сейчас же обращаю ваше внимание, что это действительно очень критично. Буквально в ближайшие дни нам нужна значительная сумма, чтобы обустроить быт и наладить видеопродакшн в новых условиях, потому что идей-то для роликов предостаточно в разных любимых вами форматах. Потребность есть в любых пожертвованиях. Евро, доллары, рубли, крипта и будь то регулярная подписка или разовый платеж. Ссылку со всеми способами поддержки канала я оставлю под видео. И, разумеется, хочу напомнить, мы не на первом месте сейчас в приоритете выживания ваших семей, а также любая помощь Украине и украинцам. Но, если вам ценен канал Боевые Ботаники и после закрытия первоочередных нужд у вас есть возможность нас поддержать, я буду очень признателен. Повторюсь, сейчас нам это нужно по-настоящему. Как говорила одна моя знакомая пограничница, служебная необходимость. И спасибо всем, кто уже спонсирует Бобо через Бусти, Пейпел, переводы на карту, кнопку доната в телеге или здесь в комментах через новую функцию Суперспасибо. В любом случае, я буду продолжать вести канал на Ютубе, но с вашей помощью мы разрулим неурядицы быстрее. Ссылка на донаты в описании. Всем невозмутимость Аиста. Если вам понравился этот выпуск, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Советую вам посмотреть и другие ролики Боевых Ботаников. В описании вы найдете список главных плейлистов и прочие полезные ссылки. А чтобы поддержать канал и получить доступ к эксклюзивному контенту, вступайте в наше сообщество на Бусти. Субтитры сделал DimaTorzok